Полицейские, казаки, дружинники. Всего на охрану общественного порядка в регионе в новогодние праздники выйдут 19 тысяч человек. Оперативные службы в конце года переходят на усиленный режим работы. Круглосуточно дежурить будут дополнительные бригады пожарных, спасателей и медиков. Как на зимних каникулах обеспечить безопасность в каждом районе Краснодарского края, говорили на итоговом заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Полное межведомственное взаимодействие, полнейшее. Поэтому результаты 100% только от нас. Обеспечивая безопасность для других, мы обеспечиваем безопасность. В том числе и для себя. Я не раз повторял, не будет других дорог, торговых центров других не будет. И кинотеатров не будет. Все в одни и те же пойдем. Мы на самом деле должны выкладываться на все сто. А самое главное, потому что даже в момент проведения новогодних праздников, даже в саму новогоднюю ночь мы все равно с вами будем оставаться должностными лицами. Давайте не испортим ни новогодние праздники, ни рождественские. А для этого мы должны качественно, очень качественно к ним подготовиться. Особое внимание Вениамин Кондратьев требует обратить не только на места, где пройдут детские утренники и новогодние елки, но и на безопасность самих перевозок. Ребят по всей Кубани на автобусах будут доставлять на праздничные мероприятия. За три с половиной года мы практически наполовину обновили сегодня школьный автопарк, но понимаем, что, конечно, на новогодние мероприятия будет привлекаться арендованный транспорт. И сегодня поставили перед руководителями образовательных учреждений задачу взвешенно подходить к выбору перевозчиков. Серьезно следует отнестись и к местам массового пребывания людей. На площадях во время зимних каникул соберутся тысячи кубанцев. Их безопасность – главная задача для всех служб. Мелочей в вопросах защиты общественных пространств не бывает, поэтому глава региона поручил тщательно подготовить основные уличные площадки в городах и районах края. Огородите вы все подъезды бетонными клумбами, что сделано, я знаю, в Геленджике, в Анапе. То есть то, что мы изначально делали для того, чтобы на набережную не выехала никакая техника. И смотрится прилично. Но уже эту бетонную клумбу, которую краном ставить, уже никак не протаранишь. Оставьте один проезд, но если проезд есть один для пожарной или, не дай бог, скорой машины, там поставьте патрульную машину. Абсолютно правильно сказали. Не нужно бегать по всему городу. Нужно выбрать те места, которые действительно требуют защиты. Там, где наибольшее число, так сказать, предполагаю мест поражения. В таком составе Краевой совет безопасности соберется уже в следующем году. Однако откладывать решения некоторых вопросов нельзя. Губернатор обратил внимание на усиление контроля за миграционными потоками в регионе. По поручению Вениамина Кондратьева в администрации будет создано управление, курирующее данную тему. Сегодня на Кубани легально работают больше 70 тысяч иностранцев. При этом половина из них по выданным трудовым патентам. Но существует ли реальная потребность в таком объеме зарубежных рабочих рук – тоже вопрос грамотной миграционной политики. В целом по легальной миграции, то есть я думаю, что там мы посредством миграционного управления координацию организуем. Потому что сколько едет человек, даже трудовых мигрантов, столько ли их нам нужно. И какие отрасли экономики, может быть, уже переизбыток испытывают в этих даже легальных трудовых мигрантов. Может быть, есть население наше, которое бы с удовольствием работало в этих отраслях. Немножечеткий расклад по полочкам. Какой дефицит мест, какой категории, какие нам нужны специалисты, рабочие. И тогда четко координировать. Что касается по нелегальным, то это вообще коллеги, еще раз подчеркиваю, дадут ответственности всех, в том числе, кто находится в любом муниципальном образовании. Начиная от коллег в погонах и заканчивая главами поселений. Грядущие праздники не станут каникулами для большинства чиновников и сотрудников оперативных служб, еще раз напомнил всем собравшимся глава региона. О всех экстренных ситуациях Вениамин Кондратьев потребовал докладывать лично ему. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует... Продолжение следует...